Доброе утро, ребята. Я сегодня проснулась в час сорок пять ночи. Знаете почему? Потому что за окном такой дикий ветер. Это даже не оранжевый, мне кажется, это сербуро-малинового уровня опасности, потому что, я не знаю, такие сильные порывы ветра. Я думала, что либо мою машину перевернет, либо шифер с моего гаража возьмет и отлетит куда-нибудь к соседям. Ветер до сих пор очень сильный. На протяжении всего этого видео, скорее всего, будут какие-то, знаете, посторонние такие шумы. Но я надеюсь, что вы меня за это простите. Самое главное, чтобы ветер успокоился, потому что завтра очень много планов, хочется выбраться в город. Но, судя по всему, если завтра будет такая погода, то никто никуда не поедет. А так нельзя. Нам нужно выбраться в город. Хочу переподключить маму с папой на другого мобильного оператора. У меня живот урчит. Мне надо срочно идти ездить. Я решила свое серебро почистить в маленькую стеклянную такую вот мисочку. Я вниз вложила фольгу. Сделала из нее еще типа маленькую мисочку. Вниз потом насыпала соды. Где-то, ну, две столовые ложки. Этого будет достаточно. Я туда накидала все свои серебряные там сережки и кольца. Вот даже браслет супер какой-то старый. Он потемнел так сильно, что, я думаю, возможно, у меня не получится даже его очистить. И сейчас кипятком прям крутым. Вот только-только кипел у меня чайник. Я все это заливаю. Смотрите, какая реакция сразу идет. Я постараюсь залить практически по краям. Пускай оно все там пузырится, чистится. Запах будет не очень приятный, сероводородный. Это из-за того, что такая реакция проходит. Посмотрим, что получится, как хорошо почистится. Скорее всего, придется защищать потом все это зубной пастой. Тоже говорят, что просто зубной пастой и зубной щеткой потом все это почистить. Вода так потемнела, кстати, достаточно ощутимо. Сейчас буду доставать. И, скорее всего, нужно будет еще... Вот я старую щетку взяла, еще пасту зубную. Колгейт. Мне кажется, она самая ядреная. И буду сейчас доставать и чистить. Слушайте, ну вот конкретно этот, он был прям совсем темный-темный. А сейчас... О, какой светленький стал, красивенький. Тут у меня... Это очень старый браслет, по-моему, от So You Feel. Мне кажется, это первые годы моего введения канала. She believed she could, so she did. Так, короче говоря, буду потихонечку брать по одному кольцу и чистить. Камнями больше всего у меня всегда пачкаются кольца, потому что камни, они же держатся в оправе специально. И туда забивается пыль, грязь постоянно. Поэтому их я вот чищу достаточно часто. А все остальное, ну, как получится. Вот. Еще очень важно изнутри чистить, потому что там тоже забивается иногда пыль, грязь. Так что и изнутри тоже надо как следует прочистить. Сейчас я смою и покажу, что получилось. Блестит прям вообще, как будто бриллианты. Все, короче, сейчас я ставлю вас на таймлапс и буду потихонечку чистить все остальные свои украшения. Сережки я всегда более тщательно чищу, потому что конкретно серебряные серьги, и вообще, в принципе, серьги, если я не снимаюсь, на мне всегда серебряные серьги. И я их ношу постоянно, я их не снимаю. Никогда моюсь, никогда купаюсь где-то в бассейне, не в баню, когда хожу, никогда сплю. То есть они всегда на мне. Моя любимая пара. Кстати, все сережки я покупаю оффлайн, в магазинах. Онлайн я чаще всего никогда не беру, потому что мне надо примерить на себя. И я практически всегда беру с английским замком, потому что мне удобнее всего гвоздики, я не очень люблю. Что ж, я уже принесла все обратно себе в комнату. Что могу сказать? Вот эта вот бижутерия, она куплена за какие-то совершенно небольшие деньги на Алиэкспресс. И я впервые подумала, что, а возможно, можно ее почистить. И я ее конкретно в соде с фольгой не замачивала, но я почистила щеткой зубной. И каково было мое удивление, когда вот этот вот налет темный, я думала, что оно темнеет из-за реакции с кожей, и остается так навсегда. То есть вот такая перманентная реакция. Но нет, я почистила, и оно посветлело. Теперь могу еще пару раз надеть. Посмотрим, может, есть какие-то другие способы чистить конкретно вот такую бижутерию. Я пока попробовала только зубной пастой. Мне результат понравился, потому что на самом деле посветлело. Теперь уже блестит. Вот, все остальное серебро. Я сейчас как следует высушу. Так, это бижутерия, это у меня бижутерия. Это я все уберу в отдельную шкатулку. А свое серебро, насколько это будет возможно, я положу конкретно вот в эту шкатулку. Тут все серебро мое как раз-таки и хранится. 21 февраля было ровно 8 лет, как я создала свой канал на YouTube. И эта цифра у меня даже в голове не укладывается. За это время я сняла более 500 роликов на двух каналах о Буби Нитэх и Лоуэдс Буби. И это был долгий и сложный путь, который я бы ни на что в своей жизни не променяла. Потому что я нашла свое призвание. И это та работа, которая наполняет меня изо дня в день, позволяет делать то, что я люблю, то, что меня радует, и делиться этим с вами. Мне будет очень приятно, если вы напишите пару слов в комментариях о том, как вы меня нашли, как долго вы со мной. Может месяц, может год, может вообще с самого начала. Мне будет очень интересно это почитать. Сейчас, когда я оглядываюсь на череду событий, которые ко всему этому привела, я понимаю, что есть один очень важный для меня человек, который и стал причиной того, что я вообще, в принципе, создала этот канал Буби Нитэх. И это мой бывший муж, и я ему за это безумно благодарна. Вот в такие моменты я понимаю, что каждый человек в нашей жизни, он появляется не случайно. Меня иногда мотают даже сейчас из стороны в сторону. И я пытаюсь нащупать, какие бы еще сферы применения для себя найти в этом переменчивом мире. Пройдено столько курсов. Ребята, сейчас будем загибать вместе с вами пальчики. Парикмахерские курсы. Курсы массажа. Но английский это полезно. Я его не буду сюда относить. Относить курсы перманента. Я даже научилась делать ламинированные ресниц. Я закупала материалы, расходники. И даже пыталась пробовать применять это на живых людях. И, кстати, могу показать вам некоторые свои первые работы. Только обещайте, что не будете смеяться, окей? Чем больше я думала о том, что мне нужно будет заниматься этим на постоянной основе, коммуницировать с живыми людьми, тем больше стресса и тревоги я испытывала. Все дальше оттягивала вот этот процесс отработки на моделях. И это все, знаете, как-то вот так вот все от себя отодвигало подальше и подальше, потому что для меня это было на самом деле очень большим источником стресса. Где-то глубоко внутри я подсознательно понимала, что я не буду этим заниматься. Что это не мое. Если спросить мою маму, то она вам с радостью расскажет, насколько сложно вообще меня заставить кого-то постричь или покрасить, или тот же самый перманет сделать. Это нереально просто. Я такая, нет, 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 спасибо, я не хочу, не буду, нет, нет, нет. Прикиньте, сколько лет, даже больше восьми лет, я отказывалась слушать себя и пыталась подыскать себе настоящую работу. Сколько времени и денег потрачено на те занятия, которыми я ни одного дня в своей жизни не занималась и не буду заниматься. А всего-то нужно было просто научиться слышать свое я и не идти против своих желаний. Жалею ли я? Немножко. Но это наконец-то привело меня в ту точку, где я окончательно поняла, чем именно я хочу заниматься. Что я хочу заниматься творчеством, хочу заниматься съемками, что это то, что на самом деле очень важно, нужно и ценно для меня, и я надеюсь, что для других тоже. Что я не хочу менять свою любимую работу на настоящую, потому что то, что я делаю, это и есть настоящее для меня. Я могу составить свой удобный график работы, я работаю на себя, я не завишу от работодателя. А самое главное, что я созидаю, я творю, и для меня это намного больше и намного более ценное, чем даже самая высокооплачиваемая работа в офисе с 9 до 5. Многие сейчас, наверное, пишут, что мне просто повезло, что YouTube не для всех, что не могут все быть блогерами. И вы правы, да, и не правы одновременно, потому что для того, чтобы иметь удобный график работы, и работать на себя, не обязательно сразу становиться блогером, заводить свой YouTube-канал. Хотя если у вас есть такое желание, то никогда не поздно это начать, и возраст тут совершенно не помеха. Сейчас от меня вам будет полезная рекомендация, а потом я расскажу про тех блогеров, которые начали сравнительно недавно, но уже достигли успеха, и я ими бесконечно вдохновляюсь и мотивируюсь. Я очень люблю с вами делиться бесплатными разными источниками информации, и сегодня как раз-таки одним из них я с вами поделюсь. Я хочу порекомендовать вам бесплатный мастер-класс по фрилансу с гарантированным трудоустройством. Расскажу вам про Марию Лебедеву. Она начинала с нуля на фрилансе, и сейчас уже имеет более 7 лет опыта в онлайн-образовании. За последние полтора года она поработала сотнями онлайн-школ и помогла им развиться. Она трудоустроила более тысячи учеников по всему миру. И еще было для меня очень важным узнать, что она поддерживает фонд помощи взрослым и детям с аутизмом. Рынок образования растет с каждым годом. В этом бизнесе миллиарды долларов и миллионы учеников. Вакансий все больше, но некому обслуживать и настраивать онлайн-школу. Ее цель не просто обучить тех, кто хочет работать удаленно, но и дать заказы и трудоустроить своих учеников. Вместе с Марией вы сможете закрыть долги и работать удаленно в комфортное для себя время. Освоить профессию, в которой конкуренция в разы ниже, чем для копирайтеров, СММ, таргетологов, а вакансий пока больше, чем специалистов. Регистрируйтесь на мастер-класс по ссылке в описании под этим видео, чтобы узнать больше о свободной от места и времени профессии от Марии, которая прошла этот путь сама. Всех учеников ждет чек-лист по быстрому старту на удаленке. Совсем недавно в моем инфополе появились молодые ютуберы, которые развивают свой канал, снимают и растут. Много чего добились и кайфуют от того, чем занимаются. Это мои искренние рекомендации. Начнем с Кати Панковой. Многие, наверное, ее знают, но для меня она до сих пор бесконечный источник мотивации, вдохновения, такой, знаете, перманентный пинок под зад, чтобы я не расслаблялась. Она создала свой канал где-то около трех лет назад, долго искала свой формат. Наконец-то нашла сейчас ее видео. Каждое видео это шедевр, и это меня постоянно так заряжает. Такая аккуратная, дотошная. И все до мелочей продумано, и это бесконечно круто. Еще один канал, который я хотела вам посоветовать. Я нашла ее буквально, нашла этот канал буквально недели три, наверное, назад. Это День мамы Диайвай. Ей 42, у нее четверо детей. Активно начала вести канал тоже около трех лет назад, но уже к этому времени у нее есть очень много роликов, которые бустанули, которые выстрелили, и приводят к ней новых и новых подписчиков. Она использует такие материалы и те бюджетные идеи, о которых, если честно, никогда не думала. Поэтому обязательно тоже к ней загляните. Еще третий канал, которым я хотела с вами поделиться. Я, наверное, бы даже не узнала о том, что он вообще в принципе в природе существует, если бы Татьяна не была моей подписчицей. Уже три года она ведет свой канал. Она на хуторе, и каждое видео ее стабильно набирает больше сотни тысяч просмотров. Это безумно круто. Когда я смотрю на них, я понимаю, что абсолютно не важно, какой у тебя бюджет, абсолютно не важно, сколько тебе лет, не важно, какая у тебя техническая оснащенная студия, насколько много крутых камер и софтбоксов у тебя есть. Это абсолютно не важно. Самое главное — это гореть тем, что ты делаешь. Самое главное — услышать себя, понять, что тебя зажигает, и делиться этим с людьми. Это считывается вот так вот, на раз-два. Надо найти свою искру и просто не опускать руки. Вокруг меня бесконечное число талантливых людей. И еще больше талантливых людей, которые просто боятся делиться своими навыками с другими людьми. Большинству из них не хватает веры в свои силы, в то, что они чего-то добьются. И если это поможет хотя бы одному человеку, то я верю в тебя. У тебя все получится, ты справишься. Я люблю вас, обнимаю. И этот день для меня очень важен. И я рада, что я когда-то услышала себя и начала делать то, что мне нравится. И не опускала руки. Ну и все, разговоров на сегодня хватит. Ныряем во влог. Мне еще очень много интересного, чем я хотела с вами поделиться. У меня с прошлого года остались вот такие вот семена лаванды. Перед тем, как рассаживать на рассаду, нужно сначала стратифицировать в течение 3-4 недель в влажном песке. Сейчас мы этим с вами и займемся. Единственное, что я не помню, как семена вообще в принципе выглядят. Надо достать и посмотреть. Не знаю, видно вам или нет, но они прям малюпасенькие. Не знаю, что у меня в принципе из этого получится. В прошлый раз у меня нифига не получилось. А в этом году я уверена, что у меня все получится, потому что у меня прям такой боевой настрой очень по поводу всех саженцев. У нас целая огромная коробка с разными семенами. Я потом попозже вам как-нибудь покажу, расскажу, что именно мы будем сажать в огороде в этот раз, в этом году. Я хотела вам пожаловаться. Я не знаю, ребят, это какая-то фигня. Я блокирую конкретно это рекламное объявление вот здесь вот у себя. Я его блокирую уже столько много раз. Мы больше не будем показывать его, если вы вошли в аккаунт Google. Ребят, я вошла в аккаунт Google. Мне его. Каждый раз показывают. Серьезно, это меня бесит. На этом видео вот о Кате Иване, он уже второй раз выскакивает. Хотя видео такое короткое. Конкретно именно эта реклама. Она меня просто уже раздражает. Я взяла две баночки от вот такого вот творожного сыра. В одной у меня влажный песок. Сейчас я достану семянушки. Написано, что их нужно смешать. Семена вот эти с влажным песком. Я думаю, что так много мне вот прям целую бадю вот такую не нужно. Я сюда отсыплю немного. Так, чтобы дно вот так вот прикрыть. Семена сейчас я высыплю вот сюда вот на белый стол. Тут хотя бы будет видно, сколько их и сколько мне нужно будет потратить. Я думаю, что половину от этого пакета я возьму и использую. Посмотрю по всхожести, сколько взойдет. Вот такая вот маленькая кучка. Пополам это все поделим. И сейчас я вот эти вот все семянушки. Так удобно, когда клеится на пальце. Вот сюда вот просто возьму. Вот так вот насыплю. Чик-чик. Чик. И смешаю. Честно, я боюсь, что песка многовато все-таки. Знаете, что я решила сделать? Я, короче, решила поделить пополам семена. Залила сейчас все это перекусиво. Просто я решила, знаете, так, а пойду-ка я погуглю. Или на ютубе посмотрю, как вообще, в принципе, люди семена лаванды стратифицируют. Там некоторые замачивают в перекиси водорода. Вот сейчас надо, чтобы минут 10 она полежала у меня там. Потом на ватный диск набирают, вторым закрывают. И укладывают все это в мешочек. И в холодильник. Поэтому у меня будут два варианта стратификата. Что из этого выйдет и что из них, и какой из них лучше сработает, я не знаю. Но попробовать стоит оба варианта. Поэтому сейчас ждем 10 минут, а потом я вернусь. Мы вместе с вами все это соберем и упакуем. Третий раз. Третий. Черт возьми. Раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Я усаживаюсь поудобнее, у меня тут огромная коробка, посмотрите на все это. Я понимаю, что, скорее всего, большинство из того, что я вам показываю, возможно, он будет не очень актуально, но я покупаю то, что мне нужно для моих будущих проектов и для своих каких-то личных бытовых потребностей, поэтому не будем тянуть. Я сейчас начну, знаете, с чего? Вот с этого. Мне кажется, что Катя явно скоро может стать амбассадором мультишпателя, потому что именно по ее наводке я взяла и в этот раз решила все-таки заказать мультишпатель. Ой, ты боже мой, я уже прямо в предвкушении. На самом деле, я покупала все практически то, что я вам буду сегодня показывать на Азон, потому что мне намного проще. Это быстрее, чем дождаться всего этого с Алиэкспресс. Плюс некоторые позиции на Азон дешевле, чем на Алиэкспресс. А ездить и шопиться куда-то в город, у меня не всегда есть на это возможность. Я чаще всего такая, я никуда на этой неделе не поеду, потому что что? Потому что чем меньше я езжу по магазинам, тем меньше импульсивных покупок. Так, сейчас вот эту штуку я оторву. Вот такой мультишпатель, у меня это Rolling Dog, какая-то запатентованная у них формула. Не знаю, короче говоря, Carbon Steel Blade. Самое главное, что мне очень нравится прорезиненная ручка, то есть его будет на самом деле очень удобно держать. Здесь еще есть вот такие вот рифленые, вот в этих местах, вот тут вот в этих местах есть такие рифленые вкладыши, которые будут именно упор давать пальцу, когда работаешь конкретно этим мультишпателем. Я прям рада, мне он нравится. И что мне еще нравится, что на самом деле у него очень толстый такой вот металл. И я очень надеюсь, что я с ним буду работать долго, успешно, и мы с ним сработаемся. Это я заказывала не на Озон, заказывала на Алиэкспресс. Ну, буквально вот на днях тоже мне пришло, поэтому я вот решила сразу заодно вам это тоже показать. Это вот такая вот сетка, сетка автомобильная. Она в салоне крепится либо где-то по стенкам багажника, либо где-то, не знаю где, короче, я думаю, что я найду место. Она достаточно такая вместительная будет, потому что по размеру она прям, смотрите, такая, можно туда влажные салфетки закинуть. Главное, чтобы было куда, а что именно засунуть мы всегда с вами сможем найти, особенно если я говорю про переделку автодомика. Вот такую вот еще купила штуку. Короче, она была заказана мной до того момента, как я покупала складную канистру в Алиэкспресс. Если бы я сначала протестировала ту канистру складную, которая подтекает, и еще один косяк ее очень большой, что она абсолютно такая вот как желешка. Ее колбасы вот так вот со стороны в сторону абсолютно не держат форму, и для меня это тоже такое, ну, типа, как ее, куда ее ссовывать, если она вот так вот перекатывается. Укатится еще куда-нибудь, не дай бог. Поэтому знала бы я бы, наверное, эту бы не брала, потому что, короче, я как поняла, это просто развод и просто тупо потраченные зря деньги. Ну, раз купила, значит, купила. Мы потом с вами ее еще и протестируем. Пять литров, небольшая абсолютно. Возможно, просто для экстремальных каких-то случаев, когда нужно будет куда-то, где-то откуда-то набрать воды, а с собой огромную канистру вытащить не хочется. Дальше, что хотела вам показать, это вот такой вот держатель для телефона. Но он только для телефона и подойдет, потому что у него размах прищепок очень маленький. То есть я сначала думала, может, вдруг еще и планшет, но нет, только телефон. Во-первых, это классная штука, если, допустим, что-то хочу с телефона снимать над столом, потому что вот здесь вот на эту клипсу, эту клипсу я куда-нибудь могу надеть, и вот таким вот образом, зафиксировав телефон, могу снимать над столом. Именно на телефон, не на камеру. Это если я захочу делать какие-то вертикальные видео. Что я еще взяла, ребятки? Я взяла вот такой вот ковшик со съемной ручкой. Это кукмара, если я правильно это произношу. Во-первых, отзывы на эту посуду очень хорошие. И жаровни, и сковородки, и кастрюли. Очень много классных отзывов именно на Озон. Плюс мне понравилось, что здесь съемная ручка. Во-первых, это можно спокойно использовать дома, ну, плюс к этому, если в какие-то поездки или в походы, вот так вот это все можно, ну, как бы, разъединять, и меньше места будет занимать. А внутрь сюда можно складывать потом какую-то посуду, либо еду. И все это транспортировать без... Ну, то есть, если бы оно была монолитная такая конструкция с несъемной ручкой, все это было бы немножко более массивным, и сложно было бы куда-то воткнуть, то есть, чтобы нормально транспортировать. А так она со съемной ручкой. Плюс еще здесь вот такая вот пупырка упакованная, стеклянная, с металлическим ободочком. Крышка. Идеально, мне кажется. Идеально. Тут есть защитная такая вот пленочка на ручке, но я не буду пока снимать, чтобы она не царапалась. Исходя из ее каких-то визуальных особенностей, мне пока нравится, потому что она достаточно крепкая, такая увесистая, знаете, не вот эти вот сковородочки, которые ничего не весят. И, ну, тут уже, знаете, сомнения такие возникают. Но раз она такая легкая, значит, там совсем практически нет металла. Ну, короче, у меня вот чем тяжелее посуда, для меня всегда это больше плюс, потому что я привыкла дома к чугунам, сковородкам, они такие, знаете, одной рукой иногда и не поднять. Вот, поэтому я всегда больше отбираю той посуде, которая достаточно такая основательная, увесистая. Дальше идем. Вот, что я купила. Вот это вот для походов, для каких-то поездок, именно, ну, типа такой походный вариант. Это литр, по-моему, если не ошибаюсь. Я ее, в принципе, брала для того, чтобы использовать ее еще и как чайник. Ну, то есть, как бы она идеально для маленькой плитки портативной подходит, вот этой газовой. Вот, тут носик, чтобы наливать воду в чашечки. Плюс тут есть крышечка. Я искала сразу с крышкой. Возможно, кто скажет, что лучше было бы брать что-то из нержавейки, но я хотела бы попробовать конкретно это. Плюс отзывы на нее достаточно хорошие были. Если честно, очень сложно найти именно такие эмулированные вещи в таком минималистичном дизайне. Вы будете смеяться, но реально, когда я пошла искать, ну, типа, ковшечки какие-то, да, вот на озон, то там оно все в цветочке, типа, под гжель расписано, там, или еще что-нибудь, или какие-нибудь фрукты, то есть, как бы, вот эти стандартные, знаете, эмалированные кастрюшки, у которых вот здесь какой-то рисуночек. Это как, боже мой, можно что-нибудь вот бело-черное, или просто черное, или просто белое? Пожалуйста, можно вот без всего вот этого вот буйства красок? Потому что я человек такой очень, ну, я не люблю, я не люблю все яркое и аляпистое. Мне нравятся вот нейтральные какие-то вещи, вот все подходящее. И даже в посуде, ну, вот такой вот я придирчивый человек. Ну, взяла, мне понравилось. Давайте так, я ничего из этого не тестировала. Я показываю вам буквально то, что вот недавно мне пришло. И тестировать, скорее всего, это я буду. Давайте так, да, в следующем влоге мы с вами все это протестируем. Посмотрим, как работает. Мне очень интересно, как вот конкретно этот ковшик будет работать не только на варку, но еще и на жарку. Потому что поверхность у него такая, типа, антипригарная. Такая, может, там еще можно в этом маленьком ковшечке еще яйца жарить. Ну, то есть, как бы, хочется, знаете, иметь такую посуду универсальную, в которой можно и макароны сварить, и кашу запарить, и там яйцо поджарить. Потому что, имея только один ковшик с собой, это очень удобно. Ну, то есть, как бы, ты можешь одним предметом посуды все свои закрыть потребности именно в походе. Я обещала, что закажу набор для лиски. Вот такой вот набор именно стоматологический пришел. Он вообще, в принципе, позиционируется как набор для обладателей брекетов. Две разных щетки. Здесь воск, здесь какие-то ёршики. Нить. Единственное, что, честно, вот я не знаю, как реально люди, имея брекеты, пользуются зубной нитью. Для меня это супергеморройно. Я не могу, не получается. Поэтому без ирригатора никак. Но я для нее взяла вот этот наборчик для того, чтобы тоже ей брать с собой в поездки. Единственное, знаете, что меня бесит? Конкретно мой набор нормально открывается. А когда я ее набор открывала, и сейчас до сих пор вот не могу открыть, я реально боюсь сломать ногти. Поэтому мне, скорее всего, нужно вот эту вот, эту защелочку как-то подрезать. Потому что это ужасно. Блин, сам по себе набор классный. Но открыть его, ну, как ребенку его открывать? Не знаю. Еще вот, что я заказала, это маски тканевые. Мизон 6 штук. Я смотрела очень много разных масок, именно тканевых. Пыталась по составу как-то, знаете, там, посмотреть, что будет получше. В основном у них у всех состав один и тот же. Это сначала на первом месте вода, потом идет глицерин и так далее и тому подобное. И практически, ну, там, на последних местах где-то какие-то масла, экстракты, которые на самом деле что-то делают с вашей кожей. Если бы я спросила у своего косметолога заранее, стоит ли покупать или нет тканевые маски, то я бы, скорее всего, их не брала. Знаете, вот такой вариант, когда хочется вечерком лечь и под фильм какой-нибудь, просто вот так нацепив маску, наслаждаться фильмом и делать вид, что ты за собой каким-то образом ухаживаешь. То есть, ну, приятно и полезно совмещать. Вот амультишпачу сейчас и как раз и пригодится. Из того, что я там смотрела, мне кажется, что состав именно у мизон более-менее такой, ну, неотвратительный. Да, тот состав не очень хороший, но тут хотя бы не на последнем месте все эти экстракты и масла. Это очень меня радует. Еще я взяла, я вам в прошлом блоге говорила, я взяла две вот таких вот канистры. Не просто для перевозки воды, потом покажу. Это очень интересно будет, такой суперпроект. Вот, уже не терпится, ну, жду, когда потеплеет, потому что реально сейчас на улицу выходить в такую погоду, вообще даже нос на улицу показывать не хочется. Пятилитровые вот такие вот две канистры. Они такие маленькие, меня тюрны, я думала, они будут побольше. На самом деле, это очень классный вариант, такой компактный. На них было очень много стикеров, которые я, ну, пришлось, которые отклеивать. Если бы не это, было бы 10 из 10. А так, в принципе, обычная пластиковая канистра. Намного, намного, намного прочнее и, ну, долговечнее, чем вот это, понятное дело. И еще осталось у меня тут пару вещей, которые я тоже хотела показать. Я взяла все-таки, назван тоже заказала от Холика Холика, вот такой гель алоэ. Знаете почему? Да, он стоит по сравнению с другими типа алоэ гелями дороже. Но, тут хоть есть это алоэ, да, стоит дороже раза в два. Но здесь сок листьев алоэ 99%. Экстракт лотоса орехоносного, экстракт центеллы, экстракт бамбука, экстракт плодов огурца, листьев кукурузы, листьев капусты. Вы просто вот, ну, как бы, тут куча всяких экстрактов. Мне очень нравится, что здесь не вода и глицерин, а здесь на самом деле алоэ. Покажу вам состав того геля, которым я пользовалась. До этого там убогий состав. Тоже написано алоэ вера, стоило рублей 12, наверное, белорусских я где-то в милленер покупала. Но там такой убогий состав, чтобы реально думать, боже мой, что оно сделает со мной? Ничего не сделает, вода и глицерин, что оно дает? Да, первые полчаса оно, возможно, будет какой-то эффект иметь, но долгосраб 250 мл объем конкретно вот этой тары. Божечки, кошечки, оно все такое липкое. Я, короче, пойду в ванну это все потом руки отмывать. Рановато я еще больше не показала. Короче, трубочки бумажные. Впереди куча разных праздников, сладкие столы, какого-то там дни рождения и всякие разные праздники. Я решила, что здесь им все равно понадобятся трубочки. И в этот раз я такая пластиковая точно брать не буду. Если я могу хотя бы в чем-то повлиять на то, чтобы было меньше пластика на мусорках, то бумажные трубочки. И плюс у них такой красивый крафтовый цвет. Обожаю. Супер-пупер аккуратненький. Пока что это все, что я хотела вам показать. Хочется, знаете, уже пойти руки помыть. Надеюсь, что кому-то этот мой мини-обзор будет полезен. Ссылочки на все, что я смогу найти, я, конечно же, оставлю в описании. Заглядывайте, берите себе, если что-то вас вдохновило. Вот. Ну а мы с вами увидимся буквально через пару секунд. Люблю! Что ж, мой набор со шкатулочками. Я уже нашел свое место. Мне кажется, он сюда идеально просто вписался. Во-первых, по цвету. Во-вторых, золотый акцент. Сюда как нельзя кстати. Не знаю, будут ли они здесь на постоянной основе находиться, либо нет. Но мне очень нравится, в принципе, общее сочетание цветов. И то, что у меня таких предметов в комнате появляется больше. Когда мы летом будем в этой комнате делать перестановку, мне кажется, будет полный редизайн. Хочется стиль такой муди сделать в этой моей спальне-гардеробной, потому что я, если честно, устала от светлых цветов, от белых стен. Мне хочется это немножечко поменять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...